приходила всем рассылка. Либо находился какой-то аккуратный человек, которому можно было на его индивидуальный адрес присылать. Но это потому что человек аккуратный должен быть. И он, скорее даже она аккуратный, рассылал всем остальным. Вот у вас есть такая опция? Либо общий адрес, либо такой аккуратный человек. Вот как до вас доходят всякие слухи и информации? Ну вот, например, были же у вас какие-то прежние три дня? Сейчас, но это я пока так off-topic немножко, так что пока не записываете. Это даже может быть даже вредно записывать то, что я сейчас говорю. Тогда я, в общем, когда реально можно записывать, тогда я вам скажу. В любом случае пока это все там, только записываю. А вот у вас какие-то же уже были предметы, вот предположим, лектор хотел там до вас донести какой-нибудь список задач или еще что-то. Вот как это осуществлялось? Через сайт какой-нибудь. Через сайт какой-нибудь. Через, слушайте, через старость у кого? Через сайт. Через сайт вышли. Через сайт? Слушай, ну это ужасно, но это на деревне дедушки. Нет, а вот такого, чтобы гарантированно, вот человек хочет, чтобы до вас дошло, и он куда-то шлет, и к вам приходит. Помимо вашей воли. Есть такое? Каждая группа был старест, а ставите отцеление. Как, как, как? Каждая группа был старест, а каждой группе был старест. А, в группах. Нет, а для всего курса нет такого, да? Для всего курса, по-моему, нет. Слушайте, ну вот это надо решить, потому, ну, конечно, это опция. А групп-то у вас сколько? Четыре. Четыре. Нет, ну ладно, это тоже, это тоже выход. Тогда, получается, я могу собрать, значит, тогда я могу собрать, адреса этих старосты. Ну, собственно, о чем идет речь? Конечно, есть какие-то вещи, ну, которые я буду выкладывать, ну, так сказать, там, хотите вы смотреть или нет, это ваше дело, это вот, ну, будет там страничка курса, там что будет выложено. Значит, имеется конспект, так? Ну, он уже имеется, поскольку я не первый раз это читаю. Но я каждый год что-то улучшаю, потому что каждый год, ну, какие-то вдумчивые читатели обнаруживают, что что-то не то или что-то не вполне ясно, и, значит, каждый год я правлю. Но это такие уже незначительные вариации, в общем, того, что есть. Значит, это я выложу, так? Это, в общем, уже есть, и это будет выложено. Значит, в этом, при этом конспекте, значит, будет выложено еще следующее. Значит, во-первых, некоторые говорят, что мы это уже сами изучили, значит, уже все знаем, хотим сдать экзамен. Можно сдать вот сразу, там, завтра? Можно. Значит, для этого есть список задач, ну, он вот в том же PDF, значит, в общем. Значит, вы решаете эти задачи, ну, сколько задач, там нет такого числа, что n годится, а n плюс 1 нет. Значит, это такое, ну, гибкое число, значит, вот человек решает задачи, ну, как правило, не все, сколько-то не решает, ну, и потом, ну, обычно становится ясно, нормально он порешал или нет. Ну, и после этого, после того, как человек решил задачу, мы решение обсуждаем, ну, и какое-то собеседование проводится по теории, ну, какое-то такое короткое интервью. Значит, такая опция присутствует в течение семестра, значит, этот вариант избавляет от других ингредиентов программы, так? То есть, если вот человек, допустим, завтра приходит, ну, условно говоря, ну, если в следующий понедельник, значит, сдает задачи, и, значит, мы договариваемся, что он, значит, представляет предмет, значит, на этом для него все заканчивается. Но таким способом можно сдать только на 10, таким способом нельзя сдать на 5, так? Значит, для этого человека на этом все кончается, и, ну, он получает, вот, значит, итоговое 10. Значит, такие люди бывают каждый семестр, но их почему-то немного. Вот это меня всегда удивляет, потому что мне казалось, что если можно что-то сдать раньше, то лучше сдать раньше. Ну, вот я, так сказать, каждый сентябрь об этом объявляю. Значит, появляется несколько человек, но их всегда почему-то мало. Вот, ну, посмотрим, так сказать, как у вас будет. Значит, ничего в этом сверхъестественного нет, кроме того, что, ну, нужно, ну, самому раньше прочитать и выучить. Вот и все. Ну, и задачи порешать, так? А, значит, но это, конечно, ну, совершенно опционально. Кто-то не любит торопиться, еще, ну, вообще, и погода хорошая. А, значит, думает, ну, хорошо, буду там в декабре сдавать. Можно? Можно. Но, значит, для тех, кто, значит, все же регулярно что-то хочет сдавать, то, значит, есть три набора листочков. Так? А, значит, эти наборы тоже, ну, вот в этом PDF-е они, значит, все будут. Так? Значит, это три набора, ну, я там точно не помню, ну, примерно по 10 задач в каждом листочке. А, значит, ну, вот сдаете первый листочек в сентябре, второй в октябре, третий в ноябре. Кому сдаете? Значит, сдаете своим семинаристам, и у нас еще будет несколько человек, ну, таких помощников, которым тоже можно сдавать. А, значит, эти листки, ну, точнее говоря, баллы за данные задачи, учитываются, ну, в итоге, в общем, итоге. Вместе с, значит, колоквиумом, так, значит, будет, ну, где-то у нас колоквиум, ну, когда, ну, вот, скорее всего, у вас есть какая-то неделя, ее кто-то называет каникулами, кто-то сессией, но она, значит, отличается от прочих недель тем, что там нет лекций, поэтому, ну, это вот оптимисты называют каникулами, пессимисты сессии, ну, вот в эту неделю, там, обычно в конце октября где-то бывает. Значит, вот какой-то такой будет колоквиум, значит, колоквиум, это, ну, тоже список вопросов к нему будет, но колоквиум, это примерно половина вопросов общих экзаменационных. Общих экзаменационных вопросов тоже немного, ну, где-то около 20, так, значит, половина, это, ну, где-то там около 10, ну, может, 12, ну, уж точно, что не больше 12, так, значит, вот у вас три листочка, значит, колоквиум, И еще будет в декабре, вот вы думаете, декабрь это еще когда будет? А он будет довольно-таки скоро, я вам скажу по опыту. Значит, вот в декабре будет контрольная. Контрольная, ну вот эта наука, как вы сейчас увидите, она такая на самом деле, ну, такая, допустим, немножко абстрактная. И вот даже не очень понятно, что тут можно контролировать по этой науке. Но, все же, можно к этой науке некий счет присоединить, ну, какие-то интегралы посчитать. Вот все-таки это, ну, в названии науки интеграл есть, так? Но, в принципе, эта наука как раз, она не про счет интегралов. Но, ну, вот мне всегда, ну, сотрудники, которым, ну, вести потом дальше, они говорили, вот студенты приходят, никто интегралы не может считать, ну, ну, сделай хоть какие-нибудь контрольные. Ну, вот, ну, значит, сделали. Вот теперь, значит, у вас, значит, в декабре такая контрольная, она имеет отношение к этому курсу, ну, такое, ну, не очень, прямо, я бы сказал, такое, прямо вот непосредственное отношение. Но, все-таки, вот, ну, что-то там такое нужно руками поделать про интегралы. Значит, это все будет в декабре, так? Значит, ну, понятно, за эту контрольную тоже вы получаете балл. Ну, и вот у вас в итоге возникает некая оценка, которая там, значит, там по-разному называется, какой-то накопленный балл там, значит, как она возникает. Ну, вот из всего, что было, ну, среднее устраивается, значит, вот у вас по листочкам сколько-то, за каждый листочек, там за коллоквиумом у вас сколько-то, значит, вот из этого возникает некий, значит, ну, балл. Значит, вот он называется накопленный балл. Теперь, значит, что дальше делают с этим накопленным баллом? Ну, в разные годы по-разному было. Вот, как будет в этом году, я еще чуть-чуть посовещаюсь, значит, с ведущими семинарами и решим. Значит, было, были две опции. Одна опция была такая, что если этот балл, ну, там, достаточно высокий, ну, типа, там, 9 и 10 или 8, 9 и 10, то его можно удержать, ну, как, ну, итог, так. Ну, а те, кто, ну, те, кто либо не добрал до этого, либо добрал, но хочет больше, ну, вот могут сдать экзамен, так. И экзамен тогда тоже, ну, в окончательной оценке, ну, вот с этим вместе с накопленным, значит, ну, тоже учитывается, так. Это вот одна была такая опция. А другая опция была, что нет такого, что можно вот этот накопленный выставить итогом, а экзамен все равно нужно сдавать, так. Ну, значит, как будет в этот раз, мы вскоре решим, я вот посовещаюсь с остальными. Ну, в общем, это некая, каждый раз, значит, проблема, как лучше решить. А я в какие-то годы даже студентам предлагал, вот, вы говорю, приходите со своей формулой, ну, какую-то разумную формулу предложите, и по ней и сделаем. Ну, и что вы думаете, принесли мне формулу? Ничего подобного, сказали, вот, давайте по вашей оставим. Так что, значит, я в этом году даже и не спрашиваю, какая вам больше формула нравится. Ну, в общем, какую-то разумную формулу напишем, ну, вот она будет. Но опыт показывает, что вообще-то разница довольно маленькая, единственная разница возникает, ну, вот, да, в том случае, когда экзамен не надо сдавать, то получается, что вы вот контрольную написали в декабре последнюю, увидели, что у вас там 9 получается, и говорите, а, мне 10 не нужно, 9 мне хватит, ставьте, значит, итоговую 9, на экзамен не приду. Ну, а кто-то говорит, нет, я все-таки настаиваю на 10, приду на экзамен, вот, повышу себе до 10 баллов, так, вот в этом. А так, вообще-то, получается, что при любой разумной формуле ответ один и тот же, так. Ну, правда, еще вопрос, как округлять, потому что баллы-то вам нужно ставить целые, а средние получаются не целые. Тут у меня тоже были разные эксперименты. А в какие-то годы я делал так, что округление всегда в пользу, значит, студента. Ну, то есть, если, допустим, у него получается не ровно 7, а 7,1, то он получает 8, так. Но потом мне указали на то, что получается очень странная система, потому что такое правило применяется на каждом этапе, и в итоге получаются странные вещи, получаются какие-то очень высокие, из низких оценок, в итоге получаются какие-то высокие оценки, потому что вот когда вы несколько раз так, так сказать, ну, из 7,1 сделаете 8, ну, понятно, там потом на следующем этапе 8, там становится 8,1, и оно уже вроде как в 9 превращается. Вот, значит, про это мы тоже подумаем, как лучше округлять, но это все технические вещи, а в сухом остатке надо, значит, понять, что полезно решать задачи, вот эту серию задач из листков, так, значит, ее полезно прорешать и сдать. Полезно, ну, прилично сдать коллоквиум и прилично написать контрольную, так. Значит, на семинарах мы будем заниматься тем, что будем решать задачи, похожие на задачи листков, вот этих ваших, они только в этом моем конспекте, чтобы не путать с листками, потому что они, ну, так, зрительно очень похожие эти задачи, а они называются темами, ну, или задачами для семинаров. Вот то, что мы будем с вами решать здесь, это тоже, ну, я вот уже разослал семинаристам и сейчас в своей группе сделаю так, значит, у меня вот этот листок распечатанный есть, я его, значит, отксерил в каком-то коллекции экземпляров на семинаре, значит, раздам, ну, и вот будем из этого листка решать задачи на семинаре, а, ну, что-то решается на месте, что-то считается домашним заданием нерешенное на следующий раз, и эти наборы, они довольно похожие на то, что вы должны сдать, ну, решить сами, но то, что вы решаете сами, оно, конечно, для всех одно и то же. Поэтому, в принципе, если кто-то, ну, так очень не хочет сам решать, а вот у него есть толковая приятница, и она ему решила, а он способен повторить то, что она ему рассказала, ну, окей, так сказать, это считается равносильно тому, что он сам решил, так, значит, и, значит, вот это вы должны, так сказать, ну, освоить, ну, и рассказывать, вот принимающим, там, семинаристам своим, вот этим, вот, значит, ассистентам, которые будут принимать, и, ну, кроме того, еще у нас будет отдельная тренировка, вот для этой счетной контрольники, так, значит, так, ну, так, что вообще-то, вообще-то это наука такая несчетная, так, тут вообще-то мало что считать, она такая вот довольно, так сказать, абстрактная, тут идейные всякие вещи, счета немного, ну, вот он в конце у нас будет, ну, и на контрольный, вот он будет представлен, так, так что вот такая система, поэтому, значит, смысл обсуждать задачи на семинарах состоит в том, что, хотя это не идентичные тому, что вы должны будете пересказывать, вот, принимающим, но очень похожие, и, в принципе, мне кажется, что, так сказать, зная решение задач семинарских, даже самому, даже вот тему, кому не повезло с толковой премьерницей, они все равно могут, значит, сами это, вот, как-то восстановить, ну, и вот в этом смысл, значит, в этом смысл ходить на семинары, так, так, теперь, значит, вот, ну, вот осталось только, да, а какой вес у экзамена, сколько мы будем получить с экзаменом? Значит, ну, смотрите, значит, вот, как я сказал, формулу мы окончательно обсудим, но, скорее всего, это будет, вот у вас будет, там, допустим, 8, значит, вы накопили, 10, значит, получили экзамен, это дает, ну, итог 9, вот, ну, примерно так будет, но, в принципе, в старые годы, тут даже некоторые делали так, и я следовал этому, может быть, порочному примеру, на экзамене можно было подучить больше, чем 10, но это, это вот для того, что, ну, вот бывают, значит, талантливые разгильдяи, которые ничего не делали в семестр, ну, вот приходят на экзамен, ну, и все знают, а формула эта, вот, которую студенты очень любят и на ней настаивают, она этому несчастному формулу очень мало дает, так, вот как, как быть? Ну, тогда вот нужно, чтобы на экзамене можно было получить больше, чем 10, так, вот, ну, значит, такие штуки тоже бывали. Ну, значит, это мы все вот уточним, я просто сейчас хочу с семинаристами согласовать, ну, чтобы, так сказать, какое-то было, значит, так сказать, общее решение, но, в общем, формула какая-то будет, но, уверяю вас, при всех разных вариантах очень маленький, маленький, получается, разброс возможных значений, так что, в общем, можно особенно не беспокоиться про формулу. Так, теперь, собственно, да, конспект инъекции будет, он даже предварительный уже есть, я его даже, ну, вот, то, что есть, ну, что значит, есть, это вот итог каких-то предыдущих годов, так, я его выложу, но, скорее всего, чего-то еще буду править, потому что мне каждый год что-то ребята указывают, что вот там что-то не ясно, там что-то не так, так он так постепенно улучшается, и в конце я его подменю, так сказать, ну, более совершенным. Но это уже точно будут не очень существенные детали, а что вот важно, мне кажется, сразу в этом конспекте, это то, что там сзади будут, ну, вот эти наборы задач, так, ну, и вот в частности, еще раз повторю, будет набор задач для желающих сдать досрочно, так, так что посмотрите на него. Это задачи тоже немножко похожие на то, что мы будем обсуждать на семинаре, то, что будет в лесках, но там чуть сложнее, вот так. Ну, он несколько более подробный, чем лекции, потому что там чуть больше, потому что в лекциях я кое-что не буду доказывать, ну, и, соответственно, в билетах это тоже не будет спрашиваться, но это почему, ну, потому что есть такие занудные технические вещи, на которые уходит много времени, ну, они в конспекте будут, так сказать, для полноты картины, а, значит, ну, в лекциях, ну, таких вещей мало, ну, будут, это я скажу, ну, не потому что они сложные, а просто, ну, немножко занудные, а тут речь идет про всякие идейные вещи, поэтому вот лучше на них сконцентрироваться. Значит, ну, смотрите, вот на лекции можно рассказать, ну, примерно три или четыре страницы текста, ну, такого, если это не презентация, вот такой текст настоящий, похожий на учебник из конспекта, то вот практика показывает, что за одну лекцию можно три или четыре страницы изложить. Лекции в этом семестре редко бывает больше четырнадцати, так, поэтому получается, что если вы, вот, прямо, так сказать, повторяете записанное в лекции, то значит, вы можете осилить, ну, там, ну, сорок, там, максимум пятьдесят страниц, так, а конспект, он больше, ну, там страниц восемьдесят. Ну, из этого совершенно очевидно, что в нем есть какие-то вещи, которые на лекции не входят. Ну, кроме того, у меня еще будет заключительная лекция, она совсем необязательная, это про два важных вида мер, про меры Хаусдорфа и меры Хара на группах, которые, в принципе, очень полезно знать для разных, ну, для разных вопросов, там, в геометрии, там, в алгебре, но они все-таки, ну, как-то не укладываются в общую программу, и, ну, это, ну, это, вот, так сказать, как бы факультативно, но это вот одна последняя лекция, такая обзорная, вот, про эти вещи. А так, вот, значит, в целом лекции выглядят примерно как, ну, вот, как бы обзор этих, ну, так вот формально, скажем, билетов, вот этих билетов, если около 20 лекций, там, примерно 14, то, получается, за лекцию нужно, ну, вот, рассказывать один или два таких билета, вот, примерно так получается. Но про этот курс, в принципе, можно сказать, какие у него цели, так, и у него две основных цели, значит, первая цель – это разумно определить меру множества так, что единообразно будет охвачена длина множества, там, площадь, объем. И второе – интеграл Лебега – это, ну, не очень старое изобретение, там, ему сто с лишним, значит, лет, но оказалось очень полезное изобретение, и вот в анализе 20 века вот этот интеграл Лебега, это, может быть, его можно причислить, ну, к самым важным, так сказать, изобретениям 20 века. Вот, собственно, вокруг этих двух вопросов, значит, вот этот, значит, семестровый курс крутится. Теперь, значит, про, так сказать, совсем коротко, про это за одну лекцию можно сказать. Ну, вот, давайте начнем с меры. Вот, как мы хотим, значит, что, ну, что такое мера? Значит, вот мы хотим каким-то множеством, ну, ну, давайте для упрощения дела пока считать, что множество в отрезке, так? Значит, вот мы хотим каким-то множеством приписать меру, так? Но спрашивается, каким множеством и как? Значит, ну, у нас есть какие-то множества, про которые мы априорно думаем, что у них есть свои разумные меры, ну, длина, вот про кого мы так думаем? Ну, это какие-то такие совсем элементарные множества. Кто такие элементарные множества? Это, ну, отрезок, интервал, там, полуинтервал, ну, или с другим, значит, концом, ну, и их конечное объединение, так? Вот такие множества будем считать элементарными, и про них будем считать, что понятно, кто такая длина. Ну, если считать это непонятным, то это будет уже совсем другая история и другая наука. Поэтому лучше про это договориться, что понятно, и про это вопросы уже не поднимать, там, кто такие числа, там, кто такие множества, так сказать, про это лучше, ну, вот, все это не обсуждать. А, значит, вот на них есть, значит, и вот на них есть длина. Так, теперь, ну, понятно, что элементарные множества для многих целей достаточны, но все же, ну, есть, ну, и неэлементарные множества. Как определить длину неэлементарного множества? И какого множества? Так, вот это оказался вопрос не очень банальный, потому что этими вещами занимались еще в античности греки и достигли больших успехов в этих занятиях. Вот, например, Архимед очень искусно находил площади и объемы фигур. Не всякий выпускник Матфака может такое искусство продемонстрировать при нахождении, значит, площадей и объемов. Он, значит, некоторыми из своих открытий, он даже гордился. Вот он, например, нашел отношение объемов шара, так, и описанного вокруг него кругового цилиндра. Вот всякий Матфаковис найдет отношение объемов, значит, прямого цилиндра и вписанного в него шара. Ну, в том случае, когда можно вписать шар. Вот Архимед нашел и этим гордился. И настолько он считал это значимым, вот это свое изобретение, хотя у него много было очень выдающихся технических изобретений, но он это ставил на первое место и завещал вот эту картинку с цилиндром, вписанным в него шаром, выбить на его могильном камне. И это было исполнено. И по этой картинке, значит, у него была могила в Сиракузах, и, значит, вот на памятнике такой вот у него, ну, вот в качестве памятника такой вот камень был с такой картинкой. И по этой картинке спустя десятилетия уже потерянное место его захоронения нашел Цицерон. Ну, вот мы, собственно, об этом и знаем из рассказа самого Цицерона. Значит, вот он по этой картинке сумел найти, значит, захоронение Архимеда. Ну, потом, правда, это место все равно было утеряно, и, в общем, сейчас оно в точности неизвестно, кроме того, что вот из рассказа Цицерона мы знаем, что примерно где оно. Ну, конечно, если вы окажетесь в Сиракузах, то местные таксисты, конечно же, вас отвезут на могилу Архимеда. Ну, вот, значит, как бы не вполне точно. Но все же греки не конкретизировали область определения меры. Они находили на одном, так сказать, нетривиальном множестве его объема или площадь, на другом, но они как-то не ставили вопрос, а вообще-то, ну, для каких множеств он есть, так? Это уже, ну, так сказать, в позднее Средневековье такие вопросы возникли, вот, в особенности в XIX веке. Ну, и первое, что, ну, захотели, чтобы было от этого, там, объекта, ну, длины, там, ну, напрямую, площади, там, значит, на плоскости, значит, захотели счетную аддитивность. Значит, счетная аддитивность, это вот что такое, что если множество составлено из кусков, и эти куски между собой не пересекаются, то есть из дизъюнктных кусков, то нужно, чтобы, ну, вот эта мера, там, соответственно, длина, площадь, чтобы она получалась как сумма ряда. Вот это хотят. Ну, почему-то, ну, зачем это нужно? Ну, это так формально не скажешь, зачем это нужно, но это оказалось очень полезным для разных вопросов, в частности, когда уже в XX веке стали как-то, ну, пытаться математические какие-то основы подводить под теорию вероятности, то оказалось, что вот это свойство счетной аддитивности, оно полезно. Ну, нельзя сказать, что оно прямо вот диктуется, вот чем-то диктуется, вот, ну, такого нет, но вот единственное, мне кажется, объяснение, что опыт показал, что это полезно. Так, ну, тут смотрите, тут что, тут, ну, такая вроде форма вот банальная, но, значит, что она за собой скрывает? Ну, она за собой скрывает, конечно, само это равенство, так, но тут невидимо еще такой, еще какой вопрос возникает. Вот, вот были у вас куски такие, так, у которых были меры, вы составили из них множество, а есть ли у него мера? Вот, на уровне таких множеств, это вопрос не возникает, потому что вы никакие другие не рассматриваете. Но, вот, можно ведь пойти дальше, у вас были элементарные, так? Значит, эти элементарные выдерживают конечные операции, но не всегда счетные. Вот вы насобирали из элементарных, ну, счетное объединение, оно же не элементарное. Спрашивается, какая у него длина? Да, у вас был список множеств с длиной? Там этого множества нет, так? А вот эта формула говорит, что, ну, вроде бы, вот так нужно его вписать в ваш список, нужно вот так его включить, с таким ответом. Ну, хорошо, вы его включили, а вдруг у вас оно еще другим способом как-то получилось. Ну, почему ряд такой же будет или нет? Сумма такая будет или нет? С каким ответом-то его включать? Вот такой возникает вопрос, так? Ну, и, наконец, возникает вопрос, если вы так действуете, такими включениями, то, ну, так сказать, сколь далеко вы идете? Все вы множество включите, так или не все? Вот все эти вопросы, они оказались довольно непростыми. И поэтому сначала не ставили цель, вот чтобы была такая формула, ну, а ставили более скромную цель, чтобы была конечная аддитивность. Значит, конечная аддитивность – это то же самое, но для конечных сумм. Ну, вот совершенно очевидно, что вот если на таких множествах разумную взять вот эту длину, ну, она будет, конечно, аддитивна, так? Ну, и вот спрашивается, значит, что делать дальше, и как, значит, как тут, значит, можно как-то единообразно определить длину, чтобы вот, значит, смотрите, что хочется. Хочется, чтобы область определения допускала счетные операции, так? Потому что, видите, тут возникают, значит, какие-то счетные объединения. Ну, там, где объединения, значит, там, конечно, какие-то возникают и другие операции, там пересечения, дополнения. Вот, значит, тут возникает такой объект, значит, это первое определение. Значит, А, значит, рукописная, сигма, алгебра. Ну, сигма – это греческая буква, сигма, так? Алгебра – это алгебра. Значит, подмножеств, подмножеств пространства x. Значит, если, значит, если, значит, первое, x и пустое входят, значит, в эту совокупность. Второе, тут можно делать счетные операции, значит, объединения и пересечения счетные должны входить. Так? И третье – это дополнение. Значит, А входит, дополнение тоже должно входить. Ну, если чуть внимательнее посмотреть на список того, что просят, видно, что он не является независимым. Потому что, смотрите, если вы здесь, например, попросили только объединения, но забыли про пересечения, так, но не забыли про дополнение, так, то это не страшно, потому что пересечение можно выразить через объединение и дополнение, так? Поэтому, значит, одно из двух можно забыть, если вы не забыли этого, так? Но почему пишут с избытком? Ну, просто для симметрии. Тут вот все тут ясно, так сказать, простым языком сказано. Можно исполнять счетные операции, ну, базовые, вот какие – объединения, пересечения, дополнения, так? Ну, еще техническое требование, что пустое множество тоже входит. Ну, или все пространствует все равно, потому что если одно из двух входит, то дополнение даст другое, так? Значит, вот это, значит, когда так, это называется сигма-алгеброй. Вот хотят, чтобы область определения меры была сигма-алгеброй. Вот уже в этом месте с элементарными множествами возникает проблема, потому что элементарные множества допускают конечные операции, но не счетные. Так? Значит, получается… Да, 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 а что будет, если убрать счетность вместо конечность? Значит, алгебра, давайте я напишу, давайте я напишу сразу о предъявлении алгебры. Значит, а – алгебра, значит, если замкнута относительно конечных операций. Значит, вот элементарные множества образуют алгебру, но не сигма-алгебру. Так? Значит, вот примеры. Значит, вот примеры. Значит, первый пример. Элементарные множества. Что? Ну, конечно, дополнение – это одна из операций. Значит, смотрите, если класс множеств допускает объединение и пересечение, то это еще не обязательно, что он допускает дополнение, да? Ну, вот скажем, класс конечных множеств допускает конечное объединение и конечное пересечение, да? Но не дополнение, так? Так что это дополнение нельзя вывести из объединения и пересечения. Вот, а пересечение можно вывести из дополнения и объединения, ну, или там объединение можно вывести из пересечения и дополнения. Но дополнение – это важная вещь, его, так сказать, ни из чего другого вывести нельзя, его отдельно нужно. Так, значит, вот элементарные множества. Значит, это алгебра, но не сигналгебра. Вот еще простой пример, он нам дальше понадобится. Значит, второй пример. Значит, А – это конечные множества, значит, конечные А и их дополнения. Это тоже алгебра множеств, но не всегда сигналгебра. Ну, почему это алгебра? Ну, потому что, когда вы исполняете операции над конечными и их дополнениями, то у вас получается одно из двух. Вот, значит, если у вас два множества, так, вот, и, значит, одного из двух типов, конечное или с конечным дополнением, так, то их объединение будет какого типа? Вот у вас одно, ну, А было, вот скажем, А было конечное, а Б было с конечным дополнением. Что можно сказать про объединение? У него будет конечное дополнение. Ну, как разумеется, если оба были конечные, то объединение конечное, так? Если оба имели конечные дополнения, ну, и у этого будет конечное дополнение. Так что, видите, тут можно брать объединение, так? А то, что можно брать дополнение, это зашито в описании, потому что входит всегда какое-то множество тут, если оно входит, то дополнение тоже входит, так? А, значит, поэтому тут про дополнение не надо беспокоиться, ну, оно сразу уже есть, так? Дальше, пустое, почему входит? Ну, пустое мы причисляем к конечным, поэтому оно тоже входит по определению, да? Ну, вот, значит, получается, проверили, что можно брать объединение, и, ну, раз можно объединение двух брать, значит, любое конечное можно, значит, с объединением окей, с дополнением окей, значит, это алгебра. Будет она сигма алгеброй? Ну, ну, как правило, нет. Если само множество исходное бесконечно, то не будет это сигма алгебры, потому что можно взять счетное множество, которое не является конечным, и которое имеет бесконечное дополнение. Ну, всегда, если у вас есть бесконечное множество, то вы в нем можете взять такое бесконечное, ну, счетное множество, что его дополнение бесконечное, так? Поэтому, значит, это счетное множество не попадет, да, значит, в это множество. Но, ну, а если у вас конечные входили, так, и была бы сигма алгебра, то у вас счетные должны были бы войти, правда, потому что счетные – это счетное объединение конечных, так? Вот, значит, значит, вот два типичных примера алгебр, которые не сигма алгебры, так? Значит, еще раз, почему интерес к счетным операциям? Интерес к счетным операциям возник из-за того, что возник интерес к счетным объединениям множеств. Он, значит, потянул вот это вот, вот эти вот разговоры про счетные операции, так? Значит, значит, и первое желаемое требование на область определения меры, чтобы она, ну, вот была сигма алгебра, так? Вот с этим как раз, значит, очень большая проблема, потому что очень мало явных примеров сигма алгебр. Ну, то есть их настолько мало, что я бы сказал, что их почти что и нет. Значит, вот вы давайте, значит, пример, значит, примеры сигма алгебр. Значит, примеры сигма алгебр. Ну, самый банальный пример 0 – это пустое множество и все пространство. Ну, меньше уже не бывает. Но эти два, они образуют сигма алгебру, так? Значит, ну, чуть-чуть более богатый, как бы, пример, но он по мощности много богаче, но по тривиальности немногим. Это все множество. Все множество в Икс. Так? Понятно, что эти два класса, ну, прекрасно выдерживают какие угодно операции, так? Вот, значит, вот два крайних примера, так? Все прочие примеры между ними заключены, так? Ну, какие еще между ними, какие еще бывают? Давайте вот придумаем какой-нибудь чуть менее тривиальный пример, который между этими двумя затесался. Ну, можно еще множество и дополнения добавить. Ну, да, но это будет не сильно отличаться. А вот чуть-чуть, так сказать, поинтереснее пример. Значит, это все счетные, все счетные в Икс. Ну, к счетным мы причислим и конечные, просто для краткости формулировки. Так? Значит, все счетные и их дополнение. Вот это сигма-алгебра. Смотрите, вот над этим уже можно исполнять счетные операции, в отличие от предыдущего примера. Ну, почему? Потому что, смотрите, по определению с дополнением тут все окей. Это мы сразу позаботились. Теперь нам надо позаботиться о том, чтобы, когда у вас есть последовательность множеств вот такого типа, то, значит, вы хотите взять их объединение, чтобы оно тоже оказалось такого типа. Значит, в этой последовательности каждая АН своего типа. Либо такого, либо сякого. Так? Понятно, да, что вы объединяете множество не однотиповых, а возможно разных типов, но типов всего два. Это счетные, ну и дополнительные к ним. Ну, разумеется, если все пространство счетно, то это вообще будут просто все множества, это будет случай один. Но сейчас мы, естественно, имеем в виду ситуацию, когда все пространство не счетно. Поэтому получаются разные множества. Вот эти первого типа, они отличаются от второго типа. Значит, если все этого типа счетные, да, одного типа, то счетное объединение счетных тоже счетно. Значит, это будет множество первого типа. Если среди этих АН-ных записалось какое-то, у которого счетное дополнение, ну, скажем, первое, то уже не важно, какие остальные, дополнение будет конечным или счетным. Потому что дополнение станет меньше, чем дополнение одного этого. Ну, потому что когда вы увеличиваете множество, то дополнение уменьшается. Поэтому если у какого-то из них дополнение небольшое, то и у всего дополнение небольшое. Поэтому с дополнением тут тоже все окей. Значит, вот такие примеры. Если мы возьмем конечные счеты и континуальные, будет ли это тоже симпатичный? Ну, это зависит от пространства. Ну, это зависит от пространства. А когда вы еще возьмете какое-то не очень, ну, так сказать, простое пространство, это еще от каких-то дополнительных теоретико множественных асио может начать зависеть. Вот, теперь, значит, смотрите. Вот получается какая-то очень странная вещь, что вроде бы важный объект сигма-алгебра, так? Ну, вот утверждается, что это один из центральных объектов вот этой науки, так? А примеров получается, что вроде как и нет. Ну, это, конечно, примеры, но они какие-то, так сказать, ну, такие довольно специфические, конечно, примеры. Ну, вот, да, вот такая вот ситуация. Значит, явных примеров, увы, нет. Вот эти они, ну, явные, но такие, в общем, довольно-таки, я бы сказал, ну, специфические, так? Ну, ясно, что не ради них наука, так сказать, не ради этих двух примеров эта наука задевается. А какие же примеры считаются тут есть? Значит, вот, значит, если у вас есть, значит, если у вас есть набор множеств, значит, набор множеств в х, так, то из него можно устроить порожденную им сигма-алгебру. Это наименьшая сигма-алгебра, сигма-алгебра, содержащая f. Ну, это такое f, ну, рукописное, что ли, его называют. f-рукописное. Ну, это зачем так? Это для того, ну, смотрите, у нас множество обозначаются большими буквами латинскими, ну, или греческими, так? Точки, отдельные точки, обозначаются маленькими, ну, латинскими или греческими буквами, так? Но чтобы наборы множеств не путать с самими множествами, ну, лучше как-то, ну, какие-то другие символы. Ну, и тогда можно либо использовать, ну, просто какой-то другой алфавит, но это тогда нужно иметь, ну, некое искусство. Я вот видел людей, которые искусно рисовали либо готические буквы, либо буквы еврейского алфавита, но это не каждому дано. Но либо нужно буквы другого начертания использовать. Ну, и вот поэтому, значит, мы будем для наборов множеств использовать, ну, вот такие вот, так сказать, рукописные буквы, так? Значит, смотрите, почему, почему есть такая наименьшая сигма-алгебра? Ну, потому что ее можно записать вот так. Это пересечение всех сигма-алгебр, которые содержат, которые содержат этот данный класс. Ну, сигма-алгебра, вот в этом выкос, конечно, фиксировано. Икс, это пространство считается фиксировано. А вот из этого определения понятно, что, во-первых, это сигма-алгебра, ну, это довольно очевидно, что когда вы пересекаете набор сигма-алгебр в пространстве, то получается сигма-алгебра. Ну, действительно, вот если у вас последовательность множеств попала в пересечение, значит, она попала в каждую из этих, в каждой из этих была сигма-алгебра, в ней можно исполнять счетные операции, вы исполнили, результат попал опять в каждой из этих, ну, и в пересечение. Поэтому, банально, пересечение набора сигма-алгебр, какого угодно, в каком угодно пространстве, всегда сигма-алгебр. Но это пересечение, оно наименьшее, потому что вы пересекли всех. Меньше уже нельзя сделать. Ну, и поскольку они все содержали F, ну, пересечение тоже содержит F. А оно будет пустым? Нет, пустым оно не будет, оно же F содержит. А тут можно было бы испугаться, что таких нет. Но такие есть, потому что есть же сигма-алгебр всех множеств. Так что тут есть, что пересекать. Ну, как вы понимаете, это псевдоопределение. Вот если вам выдали набор множеств, то с помощью этого определения, конечно, невозможно сказать, что же в итоге получилось. Но, увы, лучшего ничего нет. А оно нужно, потому что, потому что для теории меры оказывается полезным вот какое определение. Значит, Борелевская. Значит, Борелевская сигма-алгебра B от X топологического пространства. Топологического пространства X. Что это такое? Это сигма-алгебра, порожденная всеми открытыми. Ну, вот эту сигма-алгебру, наименьшую, ее еще называют сигма-алгеброй порожденной F. Так. Значит, вот вот эта сигма от F, еще ее называют порожденная порожденная F. И вот порожденная открытыми в топологическом пространстве. Ну, нас реально будут интересовать, конечно, самые банальные пространства, типа отрезка там или пространства. Но определение годится универсальное в топологическом пространстве. Борелевские множества это элементы сигма-алгебры, порожденной открытыми. Ну, понятно, ну, вот сейчас про эти множества мы сейчас немножко еще поговорим. Но, значит, это вот получается, как бы, основной пример, который в теории меры. Вот этот, вот эти Борелевские множества. Так вот, поэтому, поскольку он основной, мы про него поговорим. Он, как видно, менее банальный, чем вот эти тривиальные примеры. Но чем он плох? Он плох тем, что тут нет никакого явного описания. Видите? То есть, вроде как определение короткое, но оно такое, какое-то псевдоопределение. Вот про это обстоятельство мы с вами сейчас чуть-чуть поговорим. Но, увы, вот ничего лучшего, так сказать, не придумаешь. Значит, таким образом все-таки сигма-алгебры есть, не только помимо вот этих двух очень узких примеров, а вот есть еще целый такой класс Борелевских, вот они-то и есть самые главные для теории меры. А и, значит, теорию меры развивают на сигма-алгебрах и чаще всего на Борелевских. Так. А теперь значит, теперь значит, определение значит, определение неотрицательная неотрицательная мера меры мю на сигма-алгебре а рукописная. Так. Значит, кто это такая? Значит, это функция которая значит, которая сопоставляет числа. Ну, обратите внимание, числа у нас бесконечность к числам мы не причисляем. Поэтому пока мы значит, будем говорить, ну, почти все время, мы будем говорить про конечные меры. Я потом сделаю замечание небольшое, потому что бесконечные тоже нужны, но просто чтобы так сказать не усложнять технические обсуждения вот проще значит, и полезнее сначала сосредоточиться на конечных функциях. Так. Так что у нас обычные числа, никаких там бесконечностей нет. И смотрите, что требуется. Требуется следующее. Требуется вот эта счетная аддитивность. значит, А есть объединение АН-ных и АН-ные из А рукописного дизъюнктные. Так. Значит, вот это значит счетная аддитивность, я еще раз ее выписал. Значит, смотрите, здесь все имеет смысл, потому что АН-ные входят в область определения, область определения является сигма-алгеброй, значит, можно брать счетное объединение, так что счетное объединение тоже попало, так что у этого есть значение, и это есть значение, и требуется, чтобы эти два значения совпали. Вот это называется счетной аддитивностью. Ну и спрашивается, как такие получать? Так. Ну вот опять же есть простой банальный пример, дискретный, значит, базовый пример это дискретный пример. Значит, значит, ноль, это когда x счетно вы приписали точкам какие-то значения неотрицательные, так, и так, что ряд из значений сходятся. Так. Тогда у вас, значит, в этом примере, в этом примере, значит, а это все множество, и как считается мера множества, ну, понятно, как, вы суммируете по тем а, н, по тем x, н, которые в него попали, вы суммируете ну, вот эти числа. Значит, у вас множество состоят из отдельных точек, значит, у точек есть меры и вы просто суммируете. Ну, почему счетная аддитивность есть? Ну, это потому, что если ряд разбить на счетное число подрядов, просуммировать в этих подрядах, а потом еще сложить все, то получится сумма ряда. Ну, это, в общем, это, кстати, надо доказывать, но так это интуитивно кажется довольно очевидным, такое свойство рядов, что ряды можно суммировать так, вместо того, чтобы по-честному там от 1 до бесконечности просуммировать, можно начать вот такие фокусы делать, разбить ряд на кусочки, по кусочкам просуммировать, так, а потом еще сложить то, что получилось. Ну, для конечных множеств это совсем очевидно, что одно и то же, для рядов это тоже верно, но только надо это, ну, уметь доказывать. Это, в общем, вот, вот кто там недавно там с перездачей, с матанализа, вот вспомнить, что там про ряды было, попробуйте, значит, это доказать, это, в общем, несложная вещь, так, но обратите внимание, что эта вещь, она хоть и несложная, но она требует обоснования, и ее нельзя сказать, что это, там, ну, какая-то аксиома или еще что-то, это вот реально нужно обосновать, это, ну, ни из какого такого, так сказать, определения не следует, а это нужно проверить, без этой проверки нельзя сказать, что получилась мера счетно-аддитивная. Ну, вот, для многих задач теории вероятностей оказывается достаточным, так вот, такие меры, потому что вот такие меры в теории вероятности очень распространены. ну, в элементарной теории вероятностей это вообще конечное пространство, но вот счетное пространство в теории вероятности тоже вещь такая, весьма, так сказать, значительная и, значит, полезная, но, но вот как-то, так сказать, все-таки всего это не охватывает и нужны какие-то еще меры. Ну, вот в частности этот пример, он, видите, он очень специфический, он к длине, так сказать, как-то никак не привязан, а спрашивается, как, ну, вот как длину-то, вот мы же хотели изготовить из длины, так мы хотели изготовить меру. Ну, и получается, что пока мы довольно-таки далеки от этой цели, потому что у нас пока длина на элементарных множествах, ну, и как-то все плохо, уже и область определения не замкнута относительно счетных операций и со счетной аддитивностью как-то дело не ясное. Ну, и вот, вот в таком примерно состоянии это все пребывало до, значит, самого конца 19 века, ну, и что студенты изучали тогда, значит, вот изучали, ну, скажем, вот в парижской, значит, в иколе нормаль, что они изучали? Вот там преподавал Жордан, и он, конечно, значит, рассказывал им то, что теперь называется мерой Жордана. Значит, кто такая, значит, мера Жордана? Давайте я вам скажу, чтобы было понятнее, так сказать, чем отличился Лебек. Значит, мера Жордана. значит, смотрите, что, что предложил, опять, давайте, для упрощения дела, для отрезка. Значит, вот есть множество в отрезке, так, значит, говорим, что множество Е измеримо по Жордану, если для всякого эпсилон больше у нуля есть есть элементарные, есть элементарные А и Б, такие, что, значит, они окаймляют, это Е с двух сторон, так, и между ними маленький зазор. Ну, зазор между элементарными, понятное дело, тоже элементарное множество, так, значит, ну, это тоже какой-то конечный набор промежутков, да, так что у него есть длина, ну, и вот, получается так, что по Жордану множество измеримо, если его, его вот так вот можно плотно окаймлять с двух сторон, ну, вот, хорошими множествами. Ну, аналогично на плоскости, там, в пространстве. Значит, чем плоха эта конструкция? Ну, она не так уж плоха, там все-таки они довольно долго студентов мучили этой конструкцией, но, значит, она плоха вот чем, что класс измеримых по Жордану не сигма-алгебра, вот, в чем неприятность. Значит, класс измеримых по Жордану не, не сигма-алгебра. вот что, вот какая неприятность. Значит, почему это не сигма-алгебра? Ну, вот, банально, каждая точка измерима, ну, точка, она уже, и сама элементарное множество, такой вырожденный промежуток, поэтому она очевидно измерима по Жордану, а вот множество рациональных чисел уже неизмерима по Жордану, так, ну, скажем, Q, ну, вот, поскольку мы про отрезок говорим, значит, получается неизмеримо по Жордану. Почему? Ну, это понятно, потому что, смотрите, какие промежутки можно вписать в множество рациональных чисел? Только отдельные точки, так, никаких других промежутков, настоящих промежутков нет в нем, только вырожденные. Поэтому, кто элементарное множество, содержащиеся в Q? Это только конечные наборы, так, поэтому, вот, всякое такое А, которое входит в Q, элементарное, это неизбежно конечное множество, так, а теперь, значит, ну, теперь мы смотрим, а что это за множество B, элементарное, которое, наоборот, может накрывать рациональные числа? Ну, опять видим, что это очень, такое множество, вырожденное, потому что, это, смотрите, это конечный набор промежутков, так, что все рациональные числа покрыты, ну, как такое может случиться? Может такое случиться? Ну, может такое случиться, например, вы можете взять иррациональную точку какую-то, выколоть, так, и вот, значит, взять таких два промежутка, значит, они стыкуются, но по иррациональной точке, так, ну, вы можете такое устроить в конечном числе, значит, точек, да, то есть, как, как устроено элементарное множество, которое содержит все-все рациональные, это просто отрезок, из которого удалили несколько иррациональных точек, вот, ничего другого не может получиться, потому что, как только вы выпустите цельный какой-то промежуток, то все, уже все рациональные вы не покройте, потому что в этом в цельном будет, ну, какой-то рациональный будет сидеть, так, поэтому, получается, что не покрытым, не покрытым, могут остаться только конечное число иррациональных точек, так, ну, и поэтому понятно, что зазор, вот смотрите, это конечное, а это наоборот дополнение к конечному, так, поэтому, какой зазор между ними, но зазор между ними неустранимой длины единицы, меньше вы не сможете сделать, поэтому, видите, такое простое множество, как множество рациональных чисел уже не попало, но это нехорошо, потому что, ну, множество банальное и операция банальная, а вот не попало, а вот Лебек, который был студентом у Жордана, ну, и всю эту науку сдавал, вот у них на Матане вот это рассказывалось, кстати, это имело довольно долгую традицию, это потом в гимназиях рассказывалось, из гимназии, значит, ну, уже в нашей школе перекочевало, и вот я помню, когда учился в школе, у нас еще вот был такой раздел, вот эту жордановскую науку нам, значит, рассказывали, так, ну, она, конечно, наглядная, потому что, потому что, видите, тут все вокруг элементарных множеств крутится, поэтому она в каком-то смысле такая, в общем, ничего наука, но только у нее вот дефект, область определения такая плохая, не сигмал, так, так, и вот Лебек в скорости после того, как он отучился у Жордана, придумал свое определение, то есть, он вообще довольно молодым парнем был тогда, когда придумал, ну, вот, чуть постарше вас был, значит, значит, смотрите, какое определение придумал Лебек, значит, он сначала придумал определение внешней меры Лебеля, так, значит, это вот какое определение, значит, это определение для всякого множества, там, не важна его, природа, вот просто множество из отрезка, взяли произвольное, и делаем с ним следующее, покрываем его элементарными, так, значит, покрываем его, значит, элементарными в счетном числе, только очень важно не в конечном, а в счетном, а и складываем их длин, и мы берем по этому делу инфинум, а можно покрыть хоть раз, ну, можно, множество лежит в отрезке 0,1, так вот, давайте я тут по-прежнему это упрощение буду делать, множество лежит в отрезке, значит, уже сам отрезок покрывает, так, так что есть чем покрывать, хотя бы одним отрезком можно, но можно как-то хитрее покрыть, и тогда может быть меньше станет, но раз у вас есть чем покрыть, то значит, что же получилось, у вас получилось, что, вот такой ответ получился, некое число между нулем и единицей, каждому множеству, каждому множеству приписан некий ответ, так, и видите, ну, такая почти школьная конструкция, ну, 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 вот, не школьного тут то, что это бесконечная последовательность множеств, так, вот если бы это было конечно, это просто элементарное множество было бы, так, но но оно не элементарное, так, и видите, и у этого объединения никакой меры мы не смотрим видите тут тут видите тут метод тут об это объединение то она покрывает е но мы не заботимся о мере этого объединения мы складываем тут существующие величины вот эти длины элементарных они есть мы их складываем а для этого мы ничего не говорим поэтому это вот нужно только чтобы она покрывала есть у него длина нет это нам не важно значит смотрите получился видите одна строчка очень короткая так а и каждому множеству дан ответ спрашивается решена задача или нет мы же хотели получить длину и чтобы множеств было побольше в области определения тут уж все все множество сигмалбер максимальных всех множеств видите мы на сигмалбере всех множеств устроили функцию по очень простой формуле ну конечно формула простая не в том смысле что легко это вычислить вычислить реально может и не так просто но она простая тем что очень короткая формула и такая ну так сказать очень ну ясная формула а ну вот спрашивается это решена задача или нет так ну обычно как бывает ну ну либо задача ну либо решена либо нет так но тут но тут третье тут третье нам этого знать не дано а ну в каком смысле нам этого знать не дано а ответ решена она или нет зависит от привлечения дополнительных теоретико множественных аксиом значит можно привлечь ну сейчас мы такую при влечен максимум при которой окажется что задача не решена мы иначе не интересно тогда можно было быстро на решената вот можно было бы разойтись и все черта дальше делать так непротиворечиво думать что задача решена так непротиворечиво думать что а такая функция получилась чётноадитивная вот если она получила счетноадитивные то все очень здорово и просто и коротко ведь на этом все кончается так да внешняя мера ли бега от q это 0 они один ну как смотрите давайте сосчитаем давайте сосчитаем внешнюю меру от q ну да мы просто точками покрыли и все у нас же точки элементарное множество у них длины 0 вот а значит смотрите а ну вы скажете что это как то что как то странно как это может быть так значит какая то что какая подозрительная ситуация как то вы скажете это вообще может не математики какие-то наперсочник из даниловского рынка что у них вот как повернешь наперсток так и желанный ответ получится ну в каком смысле да а значит давайте давайте мы разберем пример при котором ответ все-таки отрицательный чтобы ну как то ну чтобы дальше интересно будет что делать то что если если все задача решена то что же тогда еще и делать значит а вот давайте мы разберем пример вот какой основной с аксиомой выбора так значит аксиома аксиома выбора так значит а c а это внешняя мера не счетно аддитивно на всех множествах вот это для нас был интересный пример можно конечно аксиома выбора запретить я сейчас поясню что может ну что можно сделать к тем кто не любит слишком так сказать большие свободы но давайте при сейчас проверим что с использованием аксиома выбора вот получается такой ответ что она не счетно детям на что такая аксиома выбора аксиома выбора ну это вы там встречали конечно в разных местах и она значит аксиома выбора но так немножко упрощая вообще-то есть разные формы аксиома выбора но давайте такую самую так сказать примитивную буду использовать она она ведь следующее что если у вас есть набор не пустых не пересекающихся множеств то можно составить множество в котором ровно по одному элементу из каждого из этих так ну спрашивается от чего тут аксиоматизировать значит ну вот казалось бы допустим если у вас есть много рюкзаков с разным барахлом но вы можете еще один рюкзак образовав образовать там из каждого из этих там взяв по одному носку здесь здесь не совсем так дело в том что непонятно что такое множество и поэтому вот вот вопрос о том что есть множество или нет множество он подвисает в воздухе из-за того что просто не сказано кто такое множество поэтому это оказывается вот предметом аксиомы и вы можете либо согласиться с тем что это верно либо это оспаривать вот сто с лишним лет назад когда был выявлен вот этот факт что это на самом деле некое странное утверждение ну сразу там ну появилась такая ну какая-то группа математиков таких ну типа антиваксеров которые ну вот стали говорить что ну вот нельзя использовать вот эту аксиомы выбор потому что она каким-то ужасным последствиям приводит многие люди стали говорить вообще то ладно запрещать или не надо ну и ей пользоваться не надо нажать запрещать ей не надо так а третье старый ведет ну или пользоваться можно но только вы когда пользуетесь то вы ну как то так сказать проговариваете что вы пользуетесь чтобы было понятно в общем так что разные появились мнения но но мы давайте давайте примем эту аксиому потому что если ее запретить то на самом деле отпадут многие области абстрактной математики вот скажем вся общая топология сразу так сказать уйдет в архив ну там так сказать и другие некоторые области давайте мы эту аксиому выбора примем то есть мы будем считать что да если у вас есть набор множеств то можно из каждого выдергать по элементу и образовать множество будем считать что это возможно так а и пользуясь этим принципом мы устроим пример пример виталий значит виталий это такой современник ли бега был тоже значит 100 с лишним лет назад математик но итальянский значит вот он устроил такое множество значит будем говорить что точки x y эквивалентные если разность рационально точке отрезка эквивалентные ну или прямой значит если они отличаются на рациональное число так но понятно что это отношение эквивалентности но для тех кто еще помнит что это такое и поэтому можно устроить множество классов эквивалентности так множество классов эквивалентности и вот множество виталий но в честь вот этого виталия это множество представителей представителей классов эквивалентности значит из отрезка 0 1 . но что это за точки а это точки вот с каким свойством а а каждая точка из отрезка отличается от какой-то от из этих на рациональное число так но при этом сами эти они все попарно не эквивалентны то есть между ними разности все нерациональные так почему такое множество есть ну из аксиома выбора вот если нет аксиома выбора то нет и такого множества вот мы с вами сейчас считаем что она есть этот значит значит что мы используем максимум выбора так а теперь а давайте посмотрим почему это множество виталия у такой вроде пока себе вполне себе невинное множество почему она каким-то противоречием приводит тут вроде мир никаких нет так вроде какая то такая ну что такая совершенно невинная операциям что-то рациональная ну какой то все очень вроде пока такое вполне себе допустимое вот почему-то приводит к каким-то противоречием значит давайте до 1 года из каждого класса одного представителя а значит давайте посмотрим значит какие могут быть варианты значит с этим множеством значит первый вариант а у этого множества ну у него же есть какая-то внешняя мера ну она либо 0 0 0 правда ну давайте посмотрим первый первый случай когда она 0 так тогда смотрите что происходит тогда а из этого следует что когда вы сдвинете это множество на число то у вас ну на какое угодно то у вас тоже будет внешняя мера но это очевидно из определения что внешняя мера при сдвиге не меняется это потому что у интервалов длины при сдвигах не меняются поэтому при сдвиге значит у всех сдвигах тоже 0 так а но тогда тогда можно проверить тогда можно проверить что если у вас есть ну это из определения довольно тоже легко устроить что если у вас есть счетное число множеств внешние меры 0 то а их объединение тоже имеет внешнюю меру 0 но это довольно просто но это она мы чуть дальше это даже более общей ситуации проверим но в этой ситуации тоже совсем банально так а значит смотрите что оказалось значит у счетного объединения вот таких вот значит взвигов тоже внешняя мера 0 но это множество было множеством виталии и поэтому отрезок отрезок лежит в этом в этом объединении но если у чего-то внешняя мера 0 то у всякой его части тоже внешняя мера 0 это за это из определения совершенно очевидно но тогда получается что что у что у отрезка получается что у отрезка внешняя мера 0 но это не так потому что в качестве упражнения в качестве упражнения проверьте упражнение что такое что если множество элементарное то его внешняя мера равна его длине ну значит вот для всех элементарных но в частности для отрезка значит значит а у отрезка длина единицы значит получается что вот этого нет получается как бы что этот случай невозможен так значит такого первого случая нет значит остается второй случай значит этот второй случай ну какой второй случай что это положительное так значит это положительное вот но тогда значит это какое-то ну положительное число альфа так и тогда опять получается что у всякого сдвига опять так такое же значение будет так а но теперь мы замечаем что вот эти сдвиги вот эти сдвиги они не пересекаются если r и s рациональные разные но это из-за того что мы брали но это из-за того что во множестве виталий нет чисел с рациональной разностью поэтому все такие сдвиги на рациональные числа они все дизъюнтные так а ну и тогда смотрите что получается вот я скажу что получается и на этом значит закончим значит получается следующее что вот эти вот множество значит дизъюнктные но когда r когда r рациональный из отрезка значит они дизъюнктные дизъюнктные в 02 все так что они все дизъюнт но в 02 и поэтому из этого следует что лямбда со звездочкой даже не аддитивно не аддитивно на них потому что а они все в 02 так они все в 02 они все дизъюнктные вот так они где-то отлежат значит их много значит там е плюс r1 там е плюс r2 так но я так рисуют что значит как будто бы какие-то хорошие множество на самом деле третит невообразимые множество но их очень много ну сколько их ну сколько хотите столько их и будет так если бы это внешняя мера была бы аддитивно то вы бы насобирали их так и объединение конечное уже конечно даже конечный даже до счетного дела не дошло конечное объединение стало бы очень большим ну например вы берете их ну сколько их нужно взять ну например берете их n штук и так что это стало больше двух и уже возникает противоречие так если вы берете разные рациональные числа в большом количестве причем неважно какие лишь бы они разные были так а вот на эти рациональные числа сдвигаете это множество виталий у них у всех один одно и то же значение альфа внешней меры и у объединения раз они дизъюнтные мера должна быть вот такая но вы уже превысили двойку все это находится в отрезке 02 и у вас то что находится в отрезке 02 не может иметь внешнюю меру больше чем внешняя мера отрезка 02 равная двум так поэтому все что находится в отрезке 02 имеет внешнюю меру не больше двух а вы вот этими кусочками насобирали уже конечным числом тут видите да тут даже делать до счетного и не дошло даже уже на конечном числе шагов вы нас насобирали значит больше чем 2 так что кого не может быть значит получается что реально противоречие это вот вторая ситуация и с чем противоречие это просто даже с конечной аддитивностью ведь даже не со счетной аддитивностью наступила противоречия а с конечной ну чтобы этого избежать выход один ну запретить считать множество виталий множеством вот так поступил ли бег а любит когда ознакомился с этой конструкции он сказал ну что это за множество ну какие-то итальянские жильничества никакое-то не множество и так он и считал а вот что этот вопрос открыт ну а что же дальше сделал ли бег но это вот мы следующий раз обсудим но лебек нашел очень элегантный выход ну еще но еще до того еще до того как виталий этот пример свой придумал лебек не остановился на этой внешней мере и придумал значит очень элегантный выход начнут мы значит следующий раз пообсуждаем этот выход но он очень короткий и пообсуждаем немножко барьеровский сигма алгебры потому что это ну краткого обсуждения заслуживает так так все тогда наши дороги на этом закончим да 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 да